В сложных экономических условиях региональные предприниматели нуждаются в поддержке. Западные санкции больнее всего ударили по малому и среднему бизнесу. Усилился негативный эффект от накопившихся нерешенных проблем. Они, в свою очередь, сдерживают развитие в этой сфере. Пути решения обсудили в Ульяновской торгово-промышленной палате, чтобы достичь желаемого результата. В первую очередь необходимо миновать бюрократические процедуры. Для строителей это разрешение на строительство, получение всяких разрешительных документов и так далее. Для торговли это упрощение процедур, для того, чтобы можно было моментально все это отследить и поплатить условно налоги, и для того, чтобы не было вот этого лакита. Как отмечают эксперты, нынешняя система несовершенна. Нужны перемены. Предприниматели испытывают давление со стороны налогового органа. Это касается в том числе и избыточного контроля. С подобной проблемой в 2022 году обратилось 14 владельцев бизнеса. Ну, например, налоговый орган, проводя проверку за 2018, 2019 и 2020 год в виде уже нарушений, начиная их видеть в 2018 году, не предупреждает налогоплательщика, не разъясняет ему, не предлагает устранить нарушения изначально в 2018, 2019 году. Это нарушение продолжает копиться, вырастает в значительную недоимку, штрафы и пень. Налоговый контроль решено смягчить. Предложение будет направлено в федеральный центр. Так повысится уровень правовой защищенности бизнеса. Сделать для предпринимателей правила игры с государством понятными – основная задача регионального экспертного совета. Специалисты работают по 27 направлениям. Адресная помощь в прошлом году оказана 3008 субъектам предпринимательской деятельности. 192 личных приема было проведено, рассмотрено огромное количество устных обращений, по ним оказана своевременная консультация, оказанная юридическая помощь. Также поступило 15 коллективных обращений. В основном они связаны с нарушением прав предпринимателей, консультации по юридическим вопросам, компенсации и части затрат на свое дело. В 2022 году список пополнили обращения по теме проблем в осуществлении деятельности, связанные с частичной мобилизацией. В этом году работу продолжат.